восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности сегодня мы с вами обсудим вот эту статью мою которая называется критика конкуренции собственно да современные диалоги капитализма нередко рассуждают о пользе конкуренции конкуренция супер конкуренция это полезно конкуренция у него только только хорошие аспекты в общем-то в ней можно выйти конкуренция прекрасно она в общем-то способствует процветанию всего и всея только проблема то в том что в тех сферах которых я например сталкиваюсь конкуренция она продвигает людей на который чуть чуть ниже среднего то есть они не предлагают мне свои услуги по наименьшим с наименами наименьшей цене так скажем и при этом эти услуги не являются качественную достаточной степени основная же проблема в том что не существует никакой чистой конкуренции всякая конкуренция это уравнение нестабильным числом переменных то есть действительно ситуация конкуренции очень сложна мы конкурируем не столько в качестве и цене вот это экономический идеализм так скажем идеалисты представили себе вот у нас есть два критерия по ним надо в общем то все решать нет нет такого просто не существует это миф это легенда почему эта легенда почему все это неправда почему победит не тот кто предложит более качественный товар по наиболее низкой цене так скажем первая причина одна из самых важных что потребитель это обычный человек человек сам по себе человек покупатель выбирает товар человека можно обманывать человеку можно продать то что ему вообще не нужно ему можно убедить в том что ему нужно то на что ему привать может убедить что товар плохого качества но по высокой цене может быть лучше товара хорош с хорошим качеством по низкой человек по сути но это чтобы идиот конечно но человек не объективны будем честны люди просто не объективны говорить о том что существует какая-то честная конкуренция во всех сферах может только человек который не учитывает вот этого факта что потребитель на самом деле не объективен он не умен где даже речь идет не только торговлю не только о товарах не только бизнесе речь идет об искусстве науки и философии в том числе мы торгуем идеями торгуем научными исследованиями и торгуем так скажем искусством мало кто с реальным знанием дела подходит к поиску достойных альтернатив и в науке и в искусстве и философии то что попалось то и берут сразу же марксизм да берем марксизм не важно в общем то что мы берем что попалось то и берем что зачитали первое то и берем нелетко или то что больше от пиарена то и да у нас есть феноменология многих феноменологии побегут одно из самых таких популярных исследований сегодня не потому что это лучшие исследования хорошие хорошие потому что просто вот вот там вот так вот сложилось хорошо прекрасно то что там много народа там много исследователей а что с искусством не тоже ли самое не лучше лучше работы разве отбирают люди по мне так классика которая отобрана и я считаю передовых классиков я часто вижу людей которые менее популярны среди классиков по теме самым и среди вот тех вот вторичных персонажей которые не на первых в общем то ролях находится в классике я вижу людей более талантливых и интересных мне кажется что он может быть моя не объективность конечно но в большей степени кажется не объективность человечества в целом но и не на современность посмотрим какие идиоты сегодня становятся поэтами прозаиками идет становится художниками ничего не делают посуду ничего нового ничего интересного ничего заслуживающего внимания я честно говоря вот так вот действительно все это вижу я все это лицезрею людей которые вот просто говорят говорят например как стефания данилова что ух ух как плохо рифмовать на однокоренные и сама рифмуют таким образом и блядя вижу лекции арчи там не знаю воду нельзя лить а потом сам своих стихах льет воду они дают общие советы которые сами не понимают те люди не понимают своей специальности и специфики рода своего занятия по эти даже по их собственным словам их действие итоговые продукты итоговые произведения искусства противоречат в общем то их убеждением так скажем их советам другим людям такого уровня непрофессионализм в общем-то школьный люди которые вообще ничего не могут ничего не значит не могут делать не то что качественный продукт него очень качественно силе они могут вообще сделать продукт адекватного просто делать какую-то отраву какой-то мусор вот такие люди нередко в глазах потребителей являются хорошими качественными прекрасными авторами прекрасными творцами прекрасными философами прекрасными учеными причем они находятся на уровне намного ниже среднего в данной сфере конкуренция херня по данному параметру уже этот параметр с разносит вообще все любые попытки каких-то сторонников конкуренции что-либо сказать но и это не только не только не только этот параметр собственно только этот аргумент существует есть еще один аргумент производитель не обязан конкурировать объективно и справедливо главное извлечь выгоду главное прославиться главное в общем-то пристроиться самому вот он конкуренция и в конкуренции победит не тот кто лучше кто качественник то прекрасней дело даже не только в монополиях торговли опять же рекламе да тот кто лучше пропиариться и у кого будет больше последователей тот и победит или тот за кем будет государство тот и победит дело вообще не в качестве даже рядом вот это все не стоит также не следует забывать о механизме случайностей всякое может случиться действительно что-то выйдет из моды что-то войдет в моду метеорит упадет на завод или что-то подобное война начнется война и завод захватят и разрушит там все все один гений гений бизнеса существовал и потом раз и все никакого завода у него нет он банкрот и уже восстановить свой бизнес просто-напросто не сможет это обычное дело для мира для всего что существует а может быть вы какой-нибудь один как там адольф дасслер основатель фирмы adidas который подлизывался к нацистам и поэтому его фирма до сих пор процветает между прочим почему нет почему нет эти сколько вокруг случайностей а если бы adidas лера его компании в общем-то после того как нацизм был побежден разбомбили вы просто потому что сторонники нацизма предоставляли форму нацистским спортсменам почему нет почему бы не разбомбили непонятно сколько случайностей влияет вообще на мир и на бизнес не только на бизнес еще больше на науку философию искусства все это влияет какая к черту конкуренция если любая случайность может разбить качество и вообще сделать все что угодно чуть франшизы давайте ладно все это уже не аргумент это уже конкретные примеры франшизы давайте посмотрим на франшизы а ну например макдональдс самая большая франшиза в россии я буду судить только по россии потому что за на западе я не был так вот еда там прямо сказать не самого лучшего качества из всех ресторанов быстрого питания макдональдс самый плохой по качеству еды по вкусовым свойствам еды по пока по размеру порций макдональдс во всем проигрывает всем остальным но при этом все равно доминирует на рынке как это так получается я не знаю честно говоря макдональдс не представляет не представляет покупателю ничего того чего не предоставляют другие но при этом он лидирует потому что популярный потому что вот такой разопиаренный разрекламенный а медицина медицина конкуренции в медицине да у нас же полно бадов витаминов плацебо и гомеопатии в аптеках всего вот это вот огромное количество а какой конкуренции там вообще идет речь конкуренции между реальными лекарствами ли а конкуренции какого-то мусора против лекарства менять и да как медицине медицине за одной из самых объективных в общем-то областей продаж то есть мы можем что-то выпить мы выздоровели бы молодцы мы счастливы как бы нет продают вот эту всякую фигню тем более нередко продают одни и те же лекарства только вот вот лекарство дорогое есть его рекламирую часто его советуют врача есть его дешевый аналог абсолютно такой же но врачу то приплачивать за продажу дорогих лекарств и опять же конкуренция никуда идет потому что мы не покупаем товар большего качества по меньшей цене соотношение цены и качества у товаров которые вот по дешевке можно взять аналогичных и у товаров которые мы покупаем вот фактических компаниях уже дорогие нет вот этого соответствия это отвратительно честно говоря какая конкуренция какой конкуренции говорят ее сторонники то вообще я честно говоря я не понимаю это идеалистическая сказка все к черту коммерческую сферу творчество творчество про то что я вам уже сказал на оценку работы вообще может повлиять все что угодно вплоть от настроения также знакомство влияют знакомство с автором с тем или вообще личные знакомство дружба то есть если вы дружите то вряд ли вы будете оценивать творчество друг друга крайне негативно итоге часто получается так что интереснейшие творцы часто остается никому неизвестны а бездарности прут со всех сторон и добиваются своей аудитории по знакомствам связям используя денежные ресурсы и внешние данные то есть любые методы которые не имеют отношения к творчеству ну почему почему так творчестве происходит конкуренция прекрасно отличное оправдание конкурировать с какими-то людьми у которых просто изначально больше данных которые вообще никак не связаны с творчеством класс наука так вообще еще то русская рулетка но правильно написано нужно удачно выбрать область а после тему исследования че научного руководителя желательно хорошо выбрать иду потратить на это все годы жизни и потом потом через эти годы жизни исследований может быть может быть сфера была выбрана правильно и ты узнаешь что ты молодец и может даже нобелевскую премию получишь хотя другой стороны скорее всего как большинство ученых занимающихся своей деятельностью с одинаковой скрупулезностью с одинаковым старанием вот вообще ничего не получить просто остаться преподавателя каком-нибудь задрипанном университете день на задворках этого мира даже если такой же прекрасно ученый как и нобелевские лауреаты современные такой же внимательный такой же исследующий такой живут не знаю добросовестный исследователь по всем параметрам заслужил обе русскую премию такой же степени как и тот то его получил может просто не получить то что ты взялся не за пути ему изначально вот не сработала тема неинтересную телу все потому что даже не интересно даже может быть интересную но в итоге результат это не были получены простых в мире невозможный мир мире не было возможности получить эти результаты все очень честно конкуренция в наут честно очень честно очень интересно но ввиду всего вышесказанного я не вижу никакой честной конкуренции все что касается конкуренции видится мне расплывчатым во многом случайном по сказке ее сторонников просто мифология это откровенно говоря не сказки сказания просто для дурачков чтобы они верили в мол накуrence со есть на другой стороны другой стороны пока пока у нас не было ничего лучше вот этого капитализма капитализм строится на конкуренции данном случае до капитализм не отбирает лучших не отбирает самых лучших но хоть каких-то отбирает хоть что-то работает по крайней мере этого на это надо опираться людям которые защищают капитализма они на конкуренцию конкуренция не положительное явление часто всего но даже отрицательно особенно в тех сферах которые не касаются торговли в искусстве философии и в науке это прям негативные факторы конкуренции тут уж и не конкурировать сотрудничать может быть даже на местах искать пытаться найти они конкурировать друг другу эти сети сферы они должны наоборот отталкиваться не от конкурентных способностей они должны опираться на поиск лучших лучших людей в своей сфере только так мне кажется ну было бы адекватно устроить именно вот эти сферы в торговле плевать конечно я например интересует какие бургеры люди едят а вот интересуют какие стихи они пишут и какие стихи популярные интересные какие например прозаические произведения интересные популярны конкуренция в этих сферах влияет на них крайне негативно восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимание и 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 Субтитры создавал DimaTorzok